Ребята, всем привет! Продолжаю дачную тематику. Сейчас я вам расскажу, в какую стоимость обойдется строительство дачного гальюна. К сожалению, момент монтажа я не заснял. Да я думаю, тут в принципе, что тут снимать, коробку сделать. Основной вопрос, я думаю, что у многих возникает, сколько денег это будет стоить, возведение столь чудесного места. Ну, по крайней мере, я об этом задумался. Сколько же цена, цена, цена этой маленькой коробочки, где можно сидеть и хезать, так сказать, на чистом воздухе. В итоге решил построить его сам. Тем более, никаких замков из туалета мне не надо было, красоты как таковой не надо было. Нужен был просто-просто гальюн. И желательно было построить его в кратчайшие сроки. Ну вот, собственно, вот он. Если кто-то ожидал какое-то рукодельное творчество, то видео не об этом. Видео вот исключительно вот сделать вот такой, я не знаю, давайте назовем гальюн. Ватер-клозет. А, проще сказать, скворечник. Вот что он напоминает. Скворечник, только большой. В котором, в принципе, гнездятся не птички, а человек. Какое-то количество времени. Ну, а сейчас я вам покажу, расскажу, из чего он был построен. А сначала хочу показать вам лазерный уровень, на который я случайно наткнулся. По очень привлекательной цене для такого функционала. 5 линий, 6 точек, 360 градусов. С бесплатной доставкой в течение 5-15 дней. В ассортименте имеется уровень как с красным лучом, так и с зеленым. Также есть неплохой выбор комплектации уровня. Продавец действительно заслуживает доверия, о чем говорят многочисленные положительные отзывы и огромное количество продаж. На данный момент на уровень действует скидка, поэтому не упустите возможность приобрести его по минимальной цене. Лично я его уже заказал. Ссылка на лазерный уровень будет в описании под видео. Цену материалов, количество, количество материалов, это очень важно, в принципе, я тоже там накидал на бумажки. Ну, с другой стороны, каждый может вычислить, ну, плюс-минус я вам это расскажу. В принципе, если будет желание на скорую руку построить туалет, в данном случае вот как этот. Не помню, сказал я, не сказал, что за день я его построил. Ну, не за день, не за день, потому что вечером привезли материал. Я еще заливал под него фундамент столбчатый. Ну, просто так мне было интересно, скажите, нахера под туалет столбчатый фундамент? Можно на кирпичи было его поставить и нормально пользоваться. Ну, в процессе еще кое-какие стройки предстоят. Ну, и хотелось посмотреть, как он себя поведет. Вот, грубо, за зиму постоит. Посмотрим. Сильно-сильно я не экономил. Момент в чем был? Чтобы построить быстро. Поэтому я сразу отказался от обшивки досками каркаса. Взял три листа 9-миллиметровых ОСБ. Их как раз хватает вот только-только вот на такой туалет. Без всяких там... Ну, какие-то там обрезочки остались. Ну, давайте я вам сейчас расскажу количество, которое вот это... На это дело все ушло уже так. Кому интересно, записывайте. Сейчас я вам скажу размеры его. Исходя из этих размеров, расскажу точное количество материалов, которые уйдет на строительство вот этого туалета. Размеры. Ну, плюс-минус там миллиметра не будем ловить. Метр, значит, он в ширину. А в длину я его ставил 120. Ну, и вот, значит, давайте тогда... Получается, что надо? Обработанным антисептиком. Хотите, возьмите... Как эта херня называется? Масло... А, отработка. Отработанное масло. Можете им покрыть. Если имеется в наличии. Поэтому опять минус. А вам плюс. Значит так. Антисептик. 400 рублей обошелся мне. Доска 25 на 100. Купил я ее на этот туалет. 15 штук. Берите штук, наверное, 16-17 с запасом. Цена вопроса была 1400 за 15 штук. Труба канализационная. Вот эта. Опять-таки, если хотите ставить его на столбчатый фундамент. Вот они, обрезки остались у меня. Метровые. Я взял 4 штуки. Как сказал ранее. Мне просто интересно попробовать, как он себя поведет. Так как мне еще предстоит строительство. Там сараев. И т.д. и т.п. Там до хера что строить. Восстанавливать дачу. Мама не горюй. Стоимость. Стоимость труб 163 рубля за штуку. То есть 652 рубля. Обошлось мне. Доски 50 на 150. Ушло 2 штуки. По 526 рублей. То есть 1052 там. Да, 1052. Нифига себе. Андулин я брал черный. Опять-таки, если у кого-то там на даче есть что-то, чем можно покрыть. Почему бы нет. Тоже будет ощутимая экономия. Два листа по 419 рублей. 838 рублей обошелся. Саморезов так взял 200 штук. 160 рублей. 4 штуки петли. 280 рублей. На заливку столбиков. Опять-таки, если надо, ступенька, столбики. Ну, короче говоря, фундамент. Песка 4 мешка. Цемента 1 мешок. Это у нас получается песок 380 рублей. Цемент 370 рублей. Про ОСБ я говорил. Говорил. А, ну, стоимость я его не сказал. ОСБ 3 листа 9-ти миллиметровых. 1250 размер. На 2,5. По 680. Что-то там. Ну, короче, на 2050. Давайте так скажем. Ну, и бруска 15 штук. 50 на 50. По 105 рублей. 1575. В общей сложности, значит, получается, туалет обошелся где-то в 10 тысяч рублей. Ну, я, в принципе, назвал цены. Проплюсуйте. Можете даже написать. Ошибся я, не ошибся. Я думаю, 1010-11. Сейчас скажете, что не мог на калькуляторе подготовиться. Видео записываешь. Да не стал я подготавливаться, блин. На вскидку. Я просто помню, сколько я денег отдал за машину. И вот где-то 10-11 получается с доставкой это все. Вот этого туалета. Что из этого осталось? Остаток какой? Из остатка вот я сделал козлика. Вот он остаток от туалета. Все, больше ничего не осталось. Он уже поюзанный. Потому что вот здесь, на этом месте, как раз мы стоим, где старый туалет был. Я его разобрал, на этом козлею весь перепилил. Ну, что еще вам показать-то в этом туалете? Ну, если только внутреннее убранство показать. В принципе, ничего там такого особенного нету. Ямы под ним тоже никакой нету. Остатки жизнедеятельности выносить будем в ведре. В принципе, нас это не напрягает. Это летний туалет. В планах, конечно, хочется сделать нормальную канализацию. Поэтому вот это летний туалет. Мы отказались заведомо от этих вонючих ям. Ну, может быть, у кого-то они не вонючие. Там всякие дела сыпят. Ну, нам так, короче говоря, удобно. Поэтому вот я вам показываю, как у нас есть. Хотите, берите на вооружение это дело. Сейчас я покажу вам, как там внутри все сделано. Тоже, в принципе, на скорую руку. Как я вам сказал, что вот на строительство данного дачного туалета ушел один день. Восемь часов. Перед этим, ну, единственное, вот залить было столбики. Но столбики я залил вечером. Материал привезли в часов пять. До этого у меня уже были дырочки готовы. Я вставил, просто замешал раствор и залил. Засунул туда пару-тройку арматурин. Железок, которые просто... Ну, вот они валялись где-то. Я их туда напихал и все. На следующий день туалет уже стоял готовый. Ладно, показываю. А, подождите. Единственное, что я вам сказал. Размеры-то эти я вам сказал. А высоту я вам не сказал. У меня тоже был момент, конечно, вообще трубодела. Я сначала резанул. Был высокий у меня. Мать увидела, в шоке была. Это говорит, что такое? Высота вот этой стойки 2,05. А вот этой задней стойки, ну, скорее всего, я... Блин, я не понял. Сейчас мерить даже не хочу, не пойду нахера, но не надо. Раз здесь 2,05, скорее всего, я на 5 сантиметров ее ниже сделал. Ну, может быть, максимум на 10. Ну, судя, если смотреть со стороны, сантиметров 5. Короче, это 2,05, это 2. Все, в принципе, тут ничего такого нету. Чего еще-то там какие... Дверь сделать вообще никаких проблем нету. То, что щели, да, какие-то, ну, так это хорошо. Вентиляция, естка, сердечка, все дела. Здесь, заметьте, никаких этих кассауров, ничего не ставилось. Не из-за того, что там что-то лень или что-то как-то. А они, в принципе-то, тут вообще не нужны, потому что это вот все, все, монолит. УСБ это все стягивает безумно. Давайте покажу, как вот сделано седалище. У нас был опыт использования старого туалета. Мы, значит, эти все нечистоты вытаскивали сзади. Но это не всегда удобно на самом деле. Поэтому в этот раз решили вот вытаскивать с помощью поднятия вот этой верхней крышки. Сейчас я вам покажу. Ну, вот, в принципе-то и все. Для дам не забудьте тут какой-нибудь полиэтилен сделать. Или там рубероид. Сикают они не всегда, как мы. Прямо. Поэтому, чтобы ничего не намокало. Здесь, опять-таки, куча места. Можно здесь что-то использовать. Хотел еще сделать, значит, чтобы вот эта крышка плавно все открывалась. Отказался от этого на ворот его. У меня там были мебельные эти херободы. Ну, не стал ставить, не надо это ничего. Вот так прекрасным образом все закрывается. Ну, в принципе, и все. Собственно говоря, значит, туалет метр на метр двадцать. Высота передних стоек два, пять, задних два метра обошелся мне в десять тысяч с копейками. Ну, на этом все. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok